Добрый вечер, дамы и господа! Я приветствую всех на Исфаре, где матч за матчем происходят какие-то фантастические вещи. Вот, например, сегодня Лос-Анджелес играет против Лос-Анджелес. Такая вывеска у нас в МЛС, шестой тур. Один из этих Лос-Анджелесов с пометкой Galaxy, и он играет в черной форме. Просто Лос-Анджелес сыграет в белом Альникин. Это Альникин-старший, пас на Альникина-младшего не получилось. Кто же это такие? Деку. Это Альникин-старший, его для простоты будем называть именно так, как написано у него на формулке. Где мяч? Кто выиграет борьбу за него? Ну, Ралиф! Опасное добивание! Что-то адекватное нам показать в атаке. Гончаров. Снова ошибка. Ну, надо пробить, наверное, отсюда все-таки и все закончить. Или вот отсюда пробить удар! И все-таки в воротах мяч 1-0 открывает счет Лос-Анджелес. А Galaxy к этому моменту начинает проигрывать 1-0. Ошиблись сами игроки Galaxy. Накликали беду на свои ворота. Гулянов. Здорово переиграл он соперника. Передача на Деку. Деку! Не получился у него удар. И поражение от Red Bull. Тоже в рамках Еврокубка. И чаще между собой эти команды будут играть. Гончаров делает заброс. Мяч за лицевой в центре поля. С мячом LA Galaxy. Здесь Нуралиев, по-моему, играет. Нет, это не он. Косян на поле. И он готовится исполнить штрафной. И он наносит удар. Но мяч не попадает в ворота. Лос-Анджелес с мячом. Они в атаке. Может быть, неплохо. Удар. Как неприятно для Иванова. Но он забирает. Руки. Муралиев. Тащит мяч вперед. Бьет и не попадает. Ну что? И вот здесь можно в свободную зону войти. Передача правее. Коваленко. Прострел. Никто не замыкает. Удар. Удар. И мяч едва не попал в ворота. В финальной четверти поля начинаются какие-то проблемы. Давайте посмотрим. Киракосян. И он наносит очень сильный удар. Пас в центр. Он сам открывается левее. Фолл в центре поля. Киракосян не очень. Коваленко очень сильно бьет. Ничего себе. Мяч едва не занырнул в ворота. И пока команды больше не забивали. Но вот сейчас может быть момент опасный. Киракосян сделал все для того, чтобы... Как вот сейчас... В момент удара Киракосяна. А вот сейчас опасное добивание. И мяч все-таки в воротах. Не было ли там нападения на вратаря? Вот этот момент еще сейчас надо будет отсмотреть. И рефери, возможно, придет к нам. Но... Итак, это заброс. Опасно. И забирает без особого... Большой доли вероятности, я полагаю, станет победителем. Потому что очень много... Уже к 38-й минуте. Заброс. Не получается. Удар. Передача опасна. Альникин на ударной позиции. Забивает Лос-Анджелес Гелакси. Вот они сумели это сделать. Вот они сумели перевернуть игру. 2-1. Перевод делает на левый фланг. Альникин не стал бить в касание. На Гулянова пас. Гулянов в стычке против вратаря падает. Но здесь и голкиперу досталось. Игра остановлена. Счет 2-1. В воротах Ивановский. Итак, удар и гол. Но такой мощный удар, конечно, отразить крайне непросто. Керакосян забивает. 3-1 ведет теперь ЛА Гелакси. Ну, пенальти есть пенальти. А ведь Лос-Анджелес здорово игру контролировал. Идет подача. Убивает защитник. Дальше Коваленко. Убирает под левую. Но слишком далеко от себя мяч отпускает. Но человек-игрок Лос-Анджелеса. И вот он удар опасный. Иванов отбивает перед собой. Но в итоге в защитника мяч прилетает. Жук выбивает за пределы поля. Но Ралиев получает мяч. Бьет. И прямо в руки вратарю попадает. Никакого успеха в этой атаке для Гелакси. Однако Лос-Анджелес идет в ответную. В свою атаку. Удар. Иванов отбивает. Отскакивает мяч не очень удачно. Но Гурбанов с ним. Остается мяч в поле. Коваленко. Подача. Но Иванов с мячом в руках. И все. На этом матч подходит к концу. 3-1. Побеждает Лос-Анджелес с Гелакси. Поздравляем их с победой. Благодарим всех за игру. Продолжение следует.